Итоги, они перепутываются. И Вася готов. Одного зубика нет уже. У него маленький ротик вообще такой малюсенький. Ну, мне кажется, он может ее воспринять, если она быстро побежит. В общем, маленькое существо и бегущее, движущееся, она для него как жертва. Сегодня наша скрытая камера засняла это. И я была просто в шоке от того, что творили песики, пока меня не было. Вы только посмотрите, что делает Миша. Я иногда подумываю об аквариуме с рыбками. Мы пойдем на ночь прогуляемся. Сегодня я встала аж в 6 часов утра. Я сразу же заправляю кровать и иду умываться. Нас ждет очень насыщенный день. И если за городом дома я встаю в 8, выпускаю собак гулять, а сама могу делать утренние дела, то в Москве мы все вместе ходим на прогулки. И ребятам уже не терпится пойти на улицу. Я выпиваю стакан воды. Вода всему голова. Проверяю, чтобы у песелей была водичка. Софиша, видимо, тоже решила умыться. Ну да, прямо в общей миске, как всегда. Ей срочно нужна личная ванна. Потом я по-быстрому завариваю кофе, не растворимый, а молотый, горяченький и бодрящий. То, что нужно в 6 часов утра. И 5 минут на то, чтобы одеться и проверить ленту новостей. Привет, я Ани Мэджик и со мной тут мои песики. И как вы поняли, сегодня будет одна из ваших любимых рубрик «Наш день». Только теперь в Москве. Сейчас мы с ребятами пойдем на прогулку, но сначала мне не терпится распаковать новогодний подарок, который я заказала песикам. Мне уже пару дней назад доставили и я ждала, чтобы распаковать с вами. Вот такой крафтовый пакетик. А внутри у нас классная такая баночка, которую, кстати, можно использовать, например, для хранения чего-нибудь. Мне сразу в голову пришло. А на крышечке надпись «Внутри самое лучшее украшение для собаки». Давайте откроем баночку. О, там еще вот такой прикольный качественный мешочек. В нем можно потом тоже свои украшения, например, хранить. Мне лишь бы только что-нибудь где-нибудь хранить. А в мешочке адресник Платинум. Я просто вот реально их фанат, ребят. Я заказала песикам четыре таких адресника. А этот специально для видео, чтобы показать вам, как они выглядят. Смотрите, какой он толстенький, тяжеленький. Держишь в руке и понимаешь вещь. И это долговечный серебристый металл, мельхиор. Так что прослужит он всю жизнь. Можно вообще использовать как брелок на ключи или рюкзак там. Или ребенку на куртку повесить с номером телефона, потому что дети тоже теряются. Снаружи такой красивый узор, звездочки, платинум и вообще такой космос. Прям мэджик. Да что уж там, это же просто кулон для мэджиков. А вот тут с оборотной стороны должен быть номер телефона. Или даже два можно сделать. И это еще и хендмейд. То есть чеканка наносится вручную. Вы представляете, сколько души вложено в этот маленький милый предмет. Вот эта желтенькая бумажечка, эта инструкция по уходу. Господи, как это все мило. Очень, очень качественно сделано. Мне понравилось, что не как обычно купил в интернете адресник и надо искать, где данные набить. А тут просто заказываешь кулон, говоришь свой номер и ребята уже все сделают сами. Я, кстати, считаю, что лучше не указывать кличку питомца, чтобы если его захотят украсть, воры не знали, на какое он имя откликается. На собаке смотрится прям стильно и дорого. Еще и ручная работа. Он, кстати, 2,5 сантиметра и, получается, подходит всем породам от мелких до крупных. В общем, я думаю, вы теперь знаете, что подарить своему питомцу на Новый год. С наступающим! Как раз сегодня мы с Юмичу едем в офис платином. А зачем, вы узнаете чуть позже и удивитесь. Сейчас мы все нарядимся в костюмчики, чтобы нам было тепло, потому что на улице уже мороз. Мишанька у нас пойдет вот в таком вот пуховичке в горошек. Пойдем гулять на собачью площадку. Это практически самое первое, что мы делаем с утра. Но иногда я гуляю по две собаки, по двое, а иногда гуляю всех четверых. Если мы гуляем по очереди, то я беру двоих вот на такие вот поводки. Они примерно полтора метра в длину, либо же на рулеточки. Точно так же, если я гуляю вчетвером, я могу взять двоих на рулетки и двоих на поводки, но это не очень удобно. Поэтому в таком случае я к поводкам прикрепляю вот такие вот сворочки. У меня их две штуки. В итоге получается у меня четыре собаки, но всего два поводка. А еще у меня есть вот такие вот прям супер короткие поводочки. То есть это практически одна ручка. Они, кстати, все со светоотражателями, чтобы, если что, нас в темноте могла заметить машина или велосипедист. И вот их я прикрепляю к сворке, и получается тогда вот такой вот очень короткий поводок для двух собак. Ну, буквально вот метр. Суть в том, что когда мы гуляем по городу, и, ну, всякие опасности существуют, это очень удобно, что собаки прямо рядом, близко. И я чувствую себя в большей безопасности, когда они вот так вот на коротких очень поводках и идут рядом. Но это, конечно, история не для прогулок. Для прогулок у них обычные длинные поводки, чтобы они могли гулять. Юмичу, что происходит? Иногда бывает такое, что когда Юми долго не одевалась в одежке, она начинает вот так вот себя вести, психовать, нервничать. Ей не нравится в одежде. Но потом она в итоге успокаивается, и все нормально. Да, богемон? Узбегузя! Сейчас Софишки наденем вот такой вот красивый серебряный комбинезончик. Я перепутала. Он ей мал. Надо поменяться с Мишей. Посмотрите, что Юмичу делает. Как она психует. И копает из-за того, что психует. Банда готова идти гулять. Вот так на одном поводке у меня Эйвен и София, а на втором поводке Миша с Юмичу. И обычно я держу поводки в разных руках, и это удобно. Но сейчас пока что в одной приходится держать, потому что другой я держу камеру. Итак, мы пришли с ребятками на собачью площадку. Здесь я, конечно же, их отпускаю с поводков, чтобы они побегали. Судя по другим роликам, я вижу, что у вас очень много ко мне вопросов, поэтому обязательно пишите их в комментариях, и я буду на них отвечать, ставить сердечки. И самое интересное, я выберу для видео вопрос-ответ. А еще, пока мы живем в Москве, когда меня нет дома, кто-то у нас беспределит. И, конечно же, по традиции в этой рубрике у нас будет скрытая камера. Посмотрим, как ведут себя песики одни дома в Москве. Я забыла дома запасной аккумулятор для камеры на улице Мороз, и мой очень быстро разведился. Кстати, ребят, давайте в этот раз соберем все силы в мэджике, в кулак, и наберем на этом видео 50 тысяч лайков, если вы хотите продолжение рубрики «Покупаю собаки», все, к чему она прикоснется в зоомагазине, только в этот раз с Мишанькой. Да, Мишка, ты хочешь в магазин выбирать себе подарки? Что вы толкаетесь жопками друг в друга? Господи, я не могу, ну что такое? И, конечно же, не забывайте подписываться, потому что до трех миллионов нам осталось всего 370 тысяч. Это не так много, я надеюсь, мы порвем. Что там происходит? Вы представляете? Посмотрите, какой дикий лай стоит. Вы позорники? Это что такое? Вы что, вообще что ли, с ума сошли? Собачка мимо площадки прошла. На улице пар изо рта, прям такой сильный морозец. Мы довольно долго гуляли, я лично уже замерзла. И вот, когда ребята тоже начинают хотеть домой, они вот тут вот собираются возле калиточки и как бы демонстрируют, что пора уже, мам, пойти домой. Давай, давай уже. Видите, София уже такая, все, уже мы замерзли, мы хотим домой. Вот почему неудобно ребят водить на поводках в другом составе. То есть Юми с Мишей на одной скорости идут, а Эйвен с Софи на другой. И из-за этого, когда я сейчас их перевела в другие пары, Юми с Софией, а Эйвена с Мишей, они запутываются, потому что у них разная скорость. То есть Мишка с Юмичем медленнее, а Софи с Эйвеном хотят быстрее идти. И теперь, получается, Софи тащит Юми, а она не может. Эйвен, Мишу, и в итоге они перепутываются. Кто смотрел наш рум-тур, не обращайте внимания, у нас тут ремонт недавно закончился. Первым делом, когда мы заходим домой, я в первую очередь иду мыть лапы собакам, даже если на улице погода была не влажная, не грязь, да, потому что все-таки мы ходили по собачьей площадке. Там много других собак ходят, и всякие могут быть штуки небезопасные. Ребятам я заходить в квартиру не разрешаю. Давайте, молодцы, молодцы. Эйвен, Софи. Да, все моем лапы. Дай другую. Все, Ивасик готов. Вот так, Покемоша, молодец, лапы помыла. Сейчас вытрем лапки Покемошки. Выходи. Когда мою лапки Мишаньки, из-за того, что она любит садиться попой в ванну и у нее длинный хвост, она может их намочить. Да, Мишку придется посушить хвостик Мишаньки. В общем, вытираю им лапки. Вот, молодец, молодец. И, в принципе, все, все готовы. Я сейчас буду завтракать. Так как у меня в доставках закончились все кашки, у меня сегодня на завтрак будет вот такая вот лапша, соба с рыбными котлетками. Да, Покемон, ты тоже хочешь? А у ребят, кстати, как раз закончилась еда. Остатки нашего корма платинум, вот столько вот у ребят осталось, поэтому сегодня я поеду покупать им корм в зоомагазин. А еще я хочу обновить ребятам мисочки, и поэтому эти мисочки пойдут на помощь приюту, в приют какой-нибудь, а я куплю им новую еду. Господи, что за жадность такая? На, Мишанька, держи. Ну, неплохо. Это была моя последняя чистая тарелка, сейчас я запущу посудомойку, и мы все вместе с песиками поедем в зоо-салон впервые на ультразвуковую чистку зубов. Юмичу и Мише я никогда такого не делала, я чистила зубы самым простым способом им всегда. Эйвену и Софи, так как все-таки они постарше, им практически под 9 лет, я чистила зубы ультразвуком только по одному разу за столько лет. Поэтому сегодня мы посмотрим, что из этого выйдет, потому что у ребят появился уже кое-какой камень, хотя я постоянно им чищу зубы, и посмотрим, какой будет результат. Короче, ребят, я тут такое... такое я узнала. Если собачка сильно нервничает, я прекращаю полностью чистку. Я сегодня даже не накрасила. У собаки может случиться остановка сердца, капец, очень страшно. Сейчас посмотрим, как Эйвен будет себя чувствовать. Водичка, 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 водичка. Белогелем тоже. Ну все. Да ладно тебе, все. Короче, сейчас шлифовка, последний этап. Я засекла время, получилось 30 минут. И Васику первому испытуемому. Оля сказала, нельзя будет 4 часа после этого кушать ничего. Водичку пить можно. Вот такие у нас зубы чистые. Кстати, кто не знал, у Эйвена же выпал зуб в прошлом году. Покажи спереди. Видите, у него одного зубика нет уже. Старичочек наш. Посмотрите, какой у Мишки каменный зубок. Задний вот эти вот большие. У него маленький ротик вообще такой малюсенький. Эйвен сильнее дергался намного с первых разов вот этих. Миша прям вообще. Малючка. Тася такой, господи, куда я попал? Скажи, шо я такое? Шо я такое? Ты такая красивая девочка. Все, прекрасные зубки у нас белоснежные, красивые. Отлично. А спереди зубки белые. Короче, Софиша оказалась пока что у Оли на первом месте по истеричности и дерганию. Я думала, что она наоборот будет одна из терпеливых. Но Софишка дергается больше всех. Пока что Мишка самая лучшая. Короче, два специальных еще пасточки, можно сказать, да, пасты, которыми шлифуются и полируются еще зубки после чистки. Если вы ничего не будете делать со своими зубами и оставите их как есть жить, они просто будут выпадать и будут грязные. Так что собаке так же, как и человеку, нужно и проверять зубы, и чистить зубы, и заботиться о зубках. Тем более мы делаем это все не под наркозом. Под наркозом вообще не очень хорошо, да? Ну да, они, во-первых, тяжело отходят. Это надо сначала сдать анализы. Если собака дается, нафига ее колоть лишний раз? Это же все вредно. Зубы выпадают, зубы портятся. То есть это как... Это болит, это воспаляется. Это прям как у человека, поэтому зубы обязательно надо чистить. У Юми, значит, состояние зубков лучше... Зубок лучше всех. Ой, мы не показали. Но там практически у нее ничего нет, совсем немножко. И у нас по успокойствию перенесение процедуры на первом месте Мишка, на втором Эйвен. И вот сейчас решим, Юми или Софи на третьем месте. Софишка прям не хотела. Почистили зубежки. Ну, Юми совсем там прям немножко. То есть, по мне, лучше дома следить больше, зато меньше шансов потом по три часа лежать на какой-нибудь такой вот процедуре. Только так иногда приходить проверяться, что-то подчищать, то что невозможно вычистить зубной щеткой уже. Опять же, конечно же, собака не понимает пользы этой процедуры для себя, и поэтому... Она не как человек, да? Человек понимает, что он сейчас вылечит дырку в зубе, поэтому он лежит и терпит. Как Оля сказала, у нас, учитывая то, что мы никогда не делаем ультразвук и возраст собак, зубы у всех очень хорошие. А на это, в первую очередь, влияет питание собаки. У нас очень качественный корм, 70% свежего мяса без всяких искусственных добавок. И плюс мы все-таки еще пользуемся средствами платином для зубов. Гелем и спреем, и я постоянно чищу зубы песиком. Если кому важно, я всегда в описании оставляю ссылочки, чем я пользуюсь, так что можете тоже попробовать. Я думаю, эффект заметите сразу. А, камера запотела, я открыла посудомойку, чтобы показать, что посуда помылась, а камера запотела. А, жесть! Ребята, учуяли запах, да? Это вот такие вот чикен боулы в апельсиновом каком-то там соусе, а, тыквенном. Омлетик вот такой вот с овочками запеченными. И запеканочка ягодная с черникой. Что, Софиша? Ну что вы опять ругаетесь, а? Я в Москве постоянно продолжаю социализировать самую младшую нашу Юмичу. И сейчас мы с ней поедем в офис Платином знакомиться с большой собакой по имени Жан. Так что, кто угадает в комментариях его породу, тому сердечко от меня будет. Юмичу поедет в своем покемоновском чемоданчике. Юми, давай, залазь. То есть я его вот так надеваю, и покемушка сидит там и смотрит. Наша машинка подъехала, мы с Юмичу уже бежим в такси. И такой момент в Москве, когда ты вызываешь машину, ты должен поставить галочку, что ты перевозишь питомца. Неважно, кто это, кошечка, собачка, кто-то другой, или маленький, или большой, в любом случае. И за это, конечно, ты доплачиваешь. Зависит от длины поездки, но чаще всего это от 150-200 рублей и более. Кто это тут у нас? Это Жан. Юмичу, выходи, выходи, знакомься. Скажи, такая большая собака, да? Пойдем? Он же, по сути, охотничий. Ну, мне кажется, он может ее воспринять, если она быстро побежит. В общем, маленькое существо и бегущее, движущееся, она для него как жертва. Да! Юми играет с Жаном. Все? Весело вам? Весело, да? Просто посмотрите на эту парочку. Просто посмотрите на них. Юмичу. Ой, Жан, вот у тебя веселье. Сегодня ты не скучаешь, да, в офисе? Сегодня у тебя... Юмич, он сейчас тебя гонять начнет? Я решила взять себе вот такую вот мисочку платином. Да! Большую. Для тусиков, для воды. Даже, может быть, две таких. Вы, кстати, тоже можете себе вот такие вот мисочки приобрести. Они, по-моему, на сайте уже продаются. Очень удобные. У них такая резиночка. Они не скользят. И очень качественный материал. Вот этот вот нержавейка такая вот. Классные, блестященькие. Что там происходит? Короче, сейчас мы в офисе продумали подарочки для ребят, которые участвовали в нашей мэджик-прокачке. И для их песика, в первую очередь. Через неделю я вернусь. Мы соберем подарки. И к Новому году они уже отправятся нашим победителям. Этот конкурс у нас проходил в Инстаграме. Так что подписывайтесь. Там постоянно какие-нибудь у нас прикольные истории происходят. Вот. Корма в офисе здесь, конечно же, нет. Поэтому я поеду его сейчас куплю в зоомагазин. И еще там мне кое-что нужно. Юмичу, ну что? Все? Ты познакомилась с Жанном? Поехали дальше? Давай, 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 давай. Дуй. У нас получается очень насыщенный день. Сейчас мы с Юмичу вернулись домой. И я пойду в зоомагазин за покупочками. Он в минутах 20 ходьбы пешком. На улице очень холодно, поэтому, ребят, я с собой брать не буду. Это будет неудобно. Тем более, что обратно я буду возвращаться. И у меня будут заняты полностью руки. Но зато я поставлю скрытую камеру. И посмотрю, что же они делают здесь, пока меня дома нет. Кто из них беспределит больше всех? Дело в том, что здесь, в Москве, почему-то, ребята ведут себя не так, как за городом, когда меня нет дома. Я возвращаюсь в квартиру и все время нахожу беспорядок. То подушки валяются на полу, то какие-то вещи разбросаны. Диван весь в шерсти, хотя у них есть свои лежанки. И самое главное, это лай. Пока что соседи мне не жаловались, но я несколько раз сама замечала моменты, сидя дома, что собаки реагируют на звуки в коридоре. Кто-то ходит, открывается или закрывается дверь в подъезде, и они начинают гавкать. Но не особо активно, так как я дома. А вот как же они лают, если меня нет? Сегодня наша скрытая камера засняла это. И я была просто в шоке от того, что творили песики, пока меня не было. Вот так они уже и уронили подушку. И все, кроме Миши, заняли оборонительную позицию на диване. И тут начался просто кошмар. Они начали лаять без остановки, потому что слышали за дверью какие-то звуки. Первой начала Юмичу, за ней Эйвен, и к ним сразу же присоединилась Софи. Я специально перегородила проход в коридор бинбэгами, чтобы они не подходили слишком близко к двери и не прислушивались. Но они как-то нашли выход, подвинув бинбэг, и просочились, пролезли все в коридор и стали защищать свою территорию там. Лаять без остановки. И длилось это очень долго, но самое главное, что меня не было около полутора часов. И за это время камера засняла как минимум три таких раза. То есть каждые 30 минут они устраивали такой концерт соседям. В моменты, когда они успокаивались, в промежутках между охраной, вы только посмотрите, что делает Миша. Таким образом собака хочет отметить свою территорию. Она трется о какое-то место, чтобы это место пахло ее запахом. А еще посмотрите, как она обратила внимание на игрушку. И колечко даже развеселило ее немного. Диван оккупировали. Софи сидит на подлокотнике, чтобы быть ближе к коридору и лучше видеть ситуацию вокруг. Юми Чута, как хочет быть главной, взгромоздилась аж на самую верхнюю подушку. А Эйвен хочет с ней поиграть, но та отказывается. Вот этот момент тоже очень важен. Он еще подходил к ней, и она не хотела с ним общаться. Она лаяла на него, отгавкивалась. И таким образом они опять привели в беспорядок шторы. Бывают такие моменты, когда собаки с радостью играют друг с другом, как и дети. А бывает у них, как и у людей, нет настроения играть, и они отказываются. Но тут, я думаю, ситуация немного другая. Судя по поведению Юмичу с другими собаками-мальчиками, у нее скоро начнется течка. И Эйвен тоже обращает на нее внимание, несмотря на то, что он кастрированный. Миша продолжает занимать территорию и пытается захватывать все больше места. Теперь она обтирается о пол вот тут. В этот момент Софи и Эйвен изучают ее действия. Они подходят к ней, обнюхивают ее. И она и не против. Лежит, болтает лапками. А Юмичу заняла наблюдательный пост Софи на диване. И после того, как они уронили подушку, разбросали шторы во все стороны. Миша обтерла весь пол собой. Весь диван снова стал в их шерсти. Ситуации с Лаем снова повторялись. И таких моментов было три. И из них стало понятно, что Миша не самый активный охранник. А остальные даже нашли способ пробраться в коридор. Ну что ж, теперь я знаю, что происходит, пока меня нет. И буду думать, как это исправлять. А в это время я была в зоомагазине. И удивилась, что нашла лежанки прямо в стиль нашего дивана. Даже из такой же ткани и такого же цвета. И кроме лежаков там еще была вот такая подушечка. А еще лежанки из вот этой ткани. Прямо как мои чехлы из Икеи, которые я купила для собачьих подушек в их комнату за городом. Хм. Я купила песикам наш корм платином. Я была очень рада, что в зоомагазине был такой большой выбор всех вкусов. И упаковки были не только маленькие, но и большие. Я купила мешок 5 килограмм. Потом повыбирала миски, чтобы свои отдать в приют. А в эту квартиру поставить новые и подходящие под дизайн. Мне понравились белые, но на них надписи. И керамика неудобна тем, что может разбиваться и трескаться. Я нашла очень классные нержавеющие миски на силиконовых подставках. То есть не скользящие. Очень качественные, такие тяжеленькие. Но пока не купила, цена смутила. Ну а пластик я не люблю, потому что он чаще всего и не экологичен, и царапается, и быстро портится. А еще я увидела намордники. Меня удивило, что там были намордники даже для самых маленьких собачек. То есть прям вот такие вот малюсенькие, что подойдут моим чихуахуа. Причем не только пластиковые, но и тканевые намордники. Если кто-то из вас сейчас подумал, что намордник собаки надевают только, чтобы она не кусала людей, это не так. На самом деле это очень хороший лайфхак для хозяев, у которых собаки любят подбирать все с земли. Это очень удобно, и на некоторых даже написано защита от отравлений. Как вам такой домик для кисы Алисы? Мне кажется, ей бы понравилось, потому что в него не смогут залазить песики. Но теперь мне не очень нравятся войлочные домики, потому что у них есть один большой минус. За ними сложно ухаживать. У меня был такой домик с ушками только розовый, и я так и не смогла его полностью вычистить от шерсти. И постирать его тоже неудобно. И вообще, может уже пора кисе Алисе вместо этих домиков и туннелей купить большой кошачий игровой комплекс? Как думаете? Тем более сейчас она живет дома. Я не выпускаю ее больше гулять после той аварии. А еще я иногда подумываю об аквариуме с рыбками. А у кого-нибудь из вас есть рыбки? Расскажите в комментариях. Я просто знаю истории, когда люди заводят петушка и даже путешествуют с ним на машине. Прямо берут его с собой. Так как очень скоро я уезжаю на свой день рождения, и ребята впервые будут жить с док-ситером, я купила на всякий случай им пеленочки. Представляете, разрядились все четыре аккумулятора от камеры. Сейчас поставила заряжаться, придется продолжить на айфон. Вечером насыпаю детишкам корм и кушаем. Эйвен почему-то не из своей голубенькой ест. Они с Софишей решили поменяться, почему-то Софи ест из миски Эйвена. Юмичу ест вот с такой жадностью, быстрее старается слопать, потому что тут рядышком есть другие остальные. А в норме, если бы она одна кушала сейчас, она бы отказывалась вообще, могла отказываться кушать. А сейчас Софи тут рядом, конкуренция, конкуренция. Вот так смешно, смешно. Ешь, 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 ест поскорее, потому что Софи тут рядом. Мне было бы София, я бы ее уговаривала сейчас кушать. И Мишанька тоже тут доедает, причем Мишка, как всегда, торопится, спешит. Но даже когда она торопится и спешит, она просто любит очень покушать, как и Софи, все равно Софи с Эйвеном быстрее нее. Ну что ж, мой холодильник холостяка, что называется. Филе горбуши в соусе зеленый чай и кунжутная лапша. В смысле, лапша-то фунчоза с кунжутным маслом. Я уже начала кушать, ребята уже покушали вот такой вот ужин. Одна тарелочка, без всяких прикрас, простенько все. Компьютер стоит здесь на столике, потому что я собираюсь посмотреть киношечку. Я уже разложила диванчик, постельное белье. Из Икеи очень такое прикольное, подходит под диван. Серенькое, светло-серое одеялко с подушечками. Темная графитовая простынь, ну графитовый цвет. И, кстати, посмотрите, я не знаю, видно ли вам сейчас будет. Из-за того, что собаки спят со мной, посмотрите, сколько шерсти. Сколько шерсти! Постоянно приходится вычищать эту шерсть. Но я не могу забредить этим милашкам не спать со мной. Как вы помните, сразу после еды с собаками гулять нельзя. И играть тоже нежелательно. Поэтому я пока какое-то время занимаюсь своими делами. Потом я какое-то время ковыряюсь в интернете, монтирую ролики. Или еще какую-то работу в интернете делаю. В общем, у меня здесь даже нет специального какого-то Wi-Fi. Я просто пользуюсь режимом модема в айфоне, да, и подключаюсь к компактному. Этого хватает даже, чтобы загружать ролики на YouTube. У меня там безлимит, я плачу раз в месяц какую-то абонентскую плату. Поэтому я даже не вижу смысла подключать здесь какой-то другой интернет. Все в лежанках, одна Миша на полу. В общем, сейчас смотрю сериал такой, острые козырьки. Вот перешла на второй сезон, четвертая серия. Мне очень заходит. Но, наверное, в 18 плюс. Прошло где-то полчаса, часик. И мы пойдем на ночь прогуляемся. Посмотрите, как красиво у нас снежок падает такой. Иногда днем могу выйти со всеми, а вечером все-таки выхожу по парочкам. Софи с Эймоном и Юми с Мишей. Вот снежок, но еще травку видно. Лапки будут чистые, не такие грязные, как когда гуляешь по грязи. И так как у нас везде надписи, что выгул собак запрещен, мы в основном здесь с прогулочным шагом на поводочках идем до собачьей площадки, где уже ребята делают свои делишки. О, какой большой собак. Софиш, нельзя гавкать. Вот Софишка у нас самая гавкучая. Она прям любит гавкать первое время. Потом, когда ей говоришь нельзя, она... Ой, я чуть не упала. Успокаивается и уже не лает. На втором месте идет Юмичу. На третьем Эйвен. И Миша, она практически не гавкает. Она гавкает тоже, но меньше всех. Мишанька с Юмичу по такому снежку пошли гулять. К сожалению, камера же села и на айфон снимаю. Короче, очень темно уже и качество съемки, оно не такое хорошее. Я на самом деле вот такую погоду больше всех обожаю. Когда тепло, можно без шапки гулять. И такой снежочек идет. Просто вообще кайфули. Так красиво. Посмотрите на Юмичу. Она вся в снегу. Как снеговик просто такой. И Мишанька тоже снеговик. Ну ладно. Мы погуляли, по делам сходили на площадочку. И уже девчонки начинают поднимать лапки. Подмерзать. Так что мы пойдем домой. Такие снеговики. Все, Юми отряхнулась. Я сейчас заварю себе вот такой вот вкусный чаек из всяких травочек. И буду чаевничать вот таким вот пирожочком лимонным. Надеюсь, вам понравилось проводить с нами время в Москве. Если вы хотите еще таких влогов, пока мы тут, ставьте лайк. И пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть из нашей обычной жизни.